Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире проект «Союз онлайн» в студии Ирина Пономарёва. Что они планировали сделать с моим внуком? Так называется статья про таерея Сергия Вагулкина, доктора медицинских наук, которая много лет назад была опубликована в Екатеринбургской православной газете. Священник-врач рассказал драматичную историю, произошедшую с его дочерью и внуком, которая могла закончиться трагедией. Процитирую вам фрагмент. Внук родился на 9 баллов из возможных 10. И акушеры, и педиатры Института охраны материнства и младенчества выставили ему первую в жизни отличную оценку. То есть при рождении никаких, даже небольших нарушений в его крохотном здоровье не было. А ведь за предыдущие 9 месяцев на его жизнь покушались не менее 5 раз. Доводили дочь до слез и отчаяния, чуть ли не насильно заставляли сделать аборт, подписывать бумаги об отказе от опасных пункций. Чем только не угрожали специалисты из Центра планирования семьи. Какие только не ставили диагнозы нерожденному еще малышу. И каждый раз приговаривали его к аборту. Из чужих слов отец Сергий Могулкин знает о ситуациях, в которых так сложно выстоять беременным женщинам. Своим опытом, как врач, священник, ученый и просто семьянин, он поделился с участниками круглого стола, прошедшего в рамках Михайловских дней, Дней в защиту жизни, в минувший понедельник в Екатеринбурге. Его доклад мы с вами сейчас услышим почти целиком. Знаете, тема моего доклада очень интересная. Я на ней долго думал. Таинство жизни ребенка в утробе матери. Понимаете, как? Я долго думал, думал и так и ничего не придумал. А какое же таинство? Понимаете, если бы я был только священником, для меня было бы таинством, как, значит, вот, ребенок растет в утробе матери. Если бы я был только врачом, для меня было бы тайной, а как эта душа в него вселяется. А как, так сказать, вот, если бы я не был деканом факультета психологии, я бы не знал, а как личность, например, так сказать, вот, да, формируется в человеке. Вы знаете, а я все это знаю. И для меня таинства оказалось никакого нет. И я хочу, чтобы и для вас не было это никакой тайны. Понимаете, какая вещь? Потому что, ну, действительно, а в чем она тайна? Ну, вот соединились, значит, мужские и женские клетки, да, и что начинается? Начинается мгновенно, после этого начинает расти организм человека. А чего же еще такое? Причем, в первую очередь, растет нервная система с огромной скоростью. Это же надо за время беременности сформировать, так сказать, почти 10 миллиардов, 10 миллиардов нервных клеток. Вы представляете, с какой огромной скоростью все эти процессы должны идти? Но как только образуются первые, первые самые нейрончики, так у них появляется, что обязательно? Память! Память! И этот маленький, вот он совсем еще, да его даже и не видно почти, да, ну, если только, так сказать, большой мелкоскоп, его рассматривать, да, Ну, тогда, так сказать, вот мы его увидим. А он уже помнит. Он начинает с памяти своей. И вот за время внутриутробного развития, да, вот это все растет, растет, растет и превращается в человечка. Превращается в человечка. Вот с медицинской точки зрения, вот так. Понимаете? Поэтому, так сказать, вот эта часть, она не является какой-то тайной. И совершенно понятно, что как только образуется вот эта первая, так сказать, вот, да, совокупная клеточка, так с этого времени уже начинает существовать вот тот самый человек, который совершенно необыкновенный, он ни на кого не похож, он совершенно самостоятельный, да, вот. И ничего подобного в природе никогда не было. Не было. То есть, по сути дела, это уже все. Это уже, так сказать, вот, да, он маленький, но он уже, вот, уже, уже человечек. Все, все, он уже человечек. Личность. Личность, конечно, это сложнее. Вот вопрос о формировании личности, да, это вопрос не такой, простой. Но опять-таки тайны-то здесь какой-то особой нет. Что такое личность? Личность – это то, какие мы есть. Из разных наших свойств психологических, да, вот эта совокупность нашей личности. Ну и что? И когда это формируется, так внутриутробно и формируется, вы посмотрите, у одной мамочки ребёнчик прямо места себе в животике не находит, да, и кувыркается, и отталкивается ножками, и плавает там, и через голову переворачивается, понимаете, а второй спит себе, и трудно его добудиться. Ну, разве что иногда так ногой лениво так хлоп, маму в пузо, да, вот. Для мамы это большая радость. Ну и что? Первый холерик, второй, понимаете, меланхолик, да. Что? Уже характер сформировался? Уже характер сформировался. Ну, а что, какая тут тайна-то? Понятно совершенно, что личность ребёнка, она формируется тоже внутриутробно. То есть вот эти процессы внутриутробные, они настолько важны для формирования человека, что это период самый прекрасный и самый опасный. Потому что именно в этом периоде, именно в этом периоде может испортиться человеку. Может испортиться. Не сам, конечно, нет, нет. У него прекрасная душа. Он только что пришёл от Господа, да, получив вот эту бессмертную свою душу. У него всё хорошо, он готов всех любить, он готов всем доверять, да. А мамочка? А готова ли мамочка к этому? Вы посмотрите. 30% детишек рождаются в неполных семьях. Какое беспокойство у мамочки. Даже если папочка не покинул семью, узнав о том, что мамочка его будет рожать, да, вот. И то это какое напряжение. Напряжение. Вы знаете, ну вот слабое звено нашей семьи – это папочки. Понимаете? Они в первую очередь покидают корабль, вот, когда тот начинает утонуть. Понимаете? Вот. Мамочка, конечно, она держится, но как она переживает? Как она боится, понимаете? Как она волнуется? Как она беспокоится? Как она одна справится с этой ситуацией, да? Когда, так сказать, вот её любимый человек её бросил, да? Она взяла на себя такую мужественную, так сказать, вот, да, частью родить всё-таки этого ребёночка. Как это? Это называется фрустрация, вот это беспокойство постоянное, да? Вот это напряжение внутреннее. Ребёнок-то через кровь мамочки получает всё это через гормоны её, которые реагируют на эту стрессовую ситуацию. Ребёнок же тоже волнуется. Он ещё пока, может быть, не соображает, почему это происходит, да? Но его организм тоже находится в состоянии стресса и в состоянии волнения. А есть такая теория Доллара Миллера, которая говорит о том, что в результате вот такой фрустрации, вот такого беспокойства, вот такого, так сказать, напряжения постоянного, да, у человека развивается агрессия. То есть вот эта боязнь, она переходит в агрессию. И что мы потом удивляемся, когда ребёночек рождается, да, и вырастает, вырастает асоциальной личностью. Что ж мы удивляемся? Когда мамочка вся была на нервах во время беременности, да, а мы удивляемся, что ребёночек пошёл вот таким вот асоциальным путём. Да нету тут никакого удивления. Да всё правильно. Да всё правильно. Так оно и должно быть. Поэтому, конечно, вот этот период беременности, он настолько важен, настолько ценен, настолько он необходим в этом периоде беречь мамочку. Беречь мамочку. Собственно говоря, а что, собственно, тут беречь? Это физиологическое состояние женского организма. Вот мне очень понравилось, да, где-то на Западе забеременевают наши женщины, но они всегда же сразу бегут в консультацию, да, а там начинается, значит, этот анализ, этот анализ, этот анализ, эти всё-всё-всё-всё-всё-всё, надо пройти, надо УЗИ сдать, надо ещё по нескольку раз, значит, всё, да. Она пришла, так сказать, вот к Акушеру-гинекологу, там где-то на Западе, да, говорит, вы знаете, я забеременела. Он говорит, прекрасно, иди гуляй. Иди гуляй на воздух, иди, иди носи своего ребёнка, живи нормальной человеческой жизнью. Чего, какая проблема-то? Это физиологическое состояние человеческого организма, ну и что? И что здесь такого? И почему это требует, так сказать, каких-то необыкновенных анализов и необыкновенных, так сказать, вот, консультаций и прочих, так сказать, вот, нагрузок на организм человека? Зачем? Зачем? УЗИ зачем? Ну, ты беременна, так у тебя ребёнок, ты же счастливый человек. А УЗИ-то зачем? Кому это надо? Что, пол надо узнать? А тебе не всё равно, кто родится? Мальчик или девочка? Ты что, будешь меньше любить, что ли, его? Я вот никак понять-то не могу. Понимаете? Нет, надо непременно посмотреть. А чё это там такое? Кто это там такой, да? Вот. Да ещё ведь, понимаете, какая вещь? УЗИ, УЗИ. Десять, пятнадцать процентов ошибок. Вы понимаете? Вот ведь что страшно. И каких ошибок? Говорят, почки, чё-то у нас почки, как-то плохо почки развиваются. Ой, давай скорее на аборт. Ой, чё-то ладно, с почками уже всё уладилось, да? Ой, давай, значит, чё-то, чё-то лёгкие как-то, так сказать, вот плохо, да? А тут чё-то какое-то, а там чё-то какое-то. Понимаете, он смотрит на это УЗИ, да? Половину не видит. Потому что, ну, действительно, это метод, любой, так сказать, любой метод. Он всегда имеет где-то примерно 15%. Компьютерная томография, да, любой. Возьмите самый современный метод, он имеет примерно 15% ошибок. Хорошенькое дело, 15%. 15% это, так сказать, вот убитые во время аборта, да, по какому-то такому, вот, так сказать, УЗИ-диагнозу, да, здоровых детей. Понимаете, что делается? Да и потом, собственно говоря, а что, больные детишки, так сказать, вот, они что, не имеют права жить? Это когда это у нас такое фашистское такое отношение завелось? То есть, что если ребенок чем-то болен, так его надо непременно убить. Это когда такое началось? Ну, я понимаю, так сказать, вот, фашистские времена, да, вот, это я понимаю. А у нас-то чего? Надо его родить, надо его выходить. Потом ведь вы знаете, что даже детишки не очень здоровые, так сказать, это иногда бывают гении. Совершенно удивительные гении. Вы посмотрите, вот, несколько лет назад была первая мировая премия за писательское искусство. Была присвоена писателю, который написал несколько романов, блестящих, бетселлеров, да. Он был полностью прикован к постели, у него двигались только три пальца на правой руке. И он вот этими пальчиками печатал вот такие, так сказать, произведения. Чего мы боимся-то? Чего мы так испуганы-то все такие? Понимаете, как? Жизнь нас-то пугала. Ну так не надо её бояться. Поэтому, конечно, конечно, воспитание ребёнка начинается ещё с беременности. В это время формируется и личность ребёнка, и душа его формируется и растёт. Она ему дана, но она же существует, она же растёт. И когда ребёночек рождается, эта душа огромная. Вы посмотрите, как маленький ребёночек тянется ко всем, всех любит, всем доверяет, да. По мамочке уже ползает. Понимаете, как? Он её просто обожает, свою мамочку, да. И вот с этого времени мы тоже начинаем, так сказать, ребёночка растить тельце, забывая о душе, забывая о духовной его части. Вот, смотрите, я вам приведу. Вы думаете, это наше, что ли, открытие? Да нет. Паисий Святогорец, один из наших замечательных святых, да, он писал. Воспитание ребёнка начинается с беременности. Если носящая во чреве мать волнуется и расстраивается, то ребёнок в её утробе тоже беспокоится. А если мать молится и живёт духовно, то младенец в её чреве освящается. Если дети сами не получат нежности, то у них не хватит её и на то, чтобы передать её своим детям. Так одно влечёт за собой другое, а потом приходят матери и начинают просить. Помолитесь, отче, я потеряла своего ребёнка. Понимаете, какая вещь? Поэтому, конечно, беременность нужно принимать как нормальное человеческое состояние. И как каждое человеческое состояние, да, православный человек должен принимать и переносить спокойно и достойно. И поэтому, конечно, конечно, как в старину было? На беременность брали благословение у священника. Народы благословения у священника. Крестили ребёнка на сороковой день. Всё было, всё, всё было расслаблено, всё было хорошо. И, конечно, понимаете, вот сейчас, когда мы вспоминаем всё это, говорят, времена другие. А чем они изменились? Времена-то? Люди изменились? Да кто в этом виноват? Мы с вами виноваты, что люди изменились. Потому что мы забыли, что такое трезвение. Что такое целомудрие. Мы об этом забыли. Мы не растим достойных матерей и отцов. Мы не растим это. Потому что семьи наши очень слабы. А в школе об этом боятся говорить. Потому что и школьные учителя тоже не всегда, так скажем, целомудренны. Да? И трезвенники. Поэтому, конечно, вот это всё и накладывает огромную ответственность на нас с вами. И прежде всего на вас, молодое поколение. Вы-то хоть подумайте об этом. Вот, говорят, женщине надо предоставить выбор. Она уже сделала выбор. Вы никогда над этим не задумывались? Она сделала выбор, когда выбрала вот этого инфантильного, безответственного отца своего будущего ребёнка. Вот когда она сделала выбор. Не тогда, когда надо делать или не делать аборт. До этого надо было думать. Понимаете, какая вещь? Поэтому понятно совершенно, что профилактика всех абортов, она лежит в вере, в воспитании, в целомудрии и в трезвении. Вот если наше общество и вы, прежде всего, будущее поколение, будете этого придерживаться, у нас не будет абортов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!